Привет-привет дорогие друзья, с вами Amway921 и наверное многие из вас уже встретили в рандоме Т-44-100Р Новый прем танк в игре Может быть вы если не встретили в рандоме, то наверняка про него что-нибудь читали или по крайней мере слышали Поскольку информация о нем ходит довольно давно И мне уже всю личку оборвали с просьбами рассказать об этом танке Что за танк в целом, нормальный он или нет и откуда он взялся и где его достать Ведь здесь налицо сразу целых несколько критериев успешного прем танка Прежде всего номер 1 он должен быть советским Во-вторых конечно 8 уровня Ну и в-третьих средним танком Все любят быстрые динамичные танки Ну я надеюсь что все любят И играть на СТшках всегда весело и творчески Плюс ко всему вдобавок данный экземпляр оснащен настолько богатой HD моделью Что разглядывать ее можно долго Помимо того что ну вроде бы как бы с бортов танк покрыт экранами толщиной в 6 миллиметров И они много чего скрывают Но в них навалено так много всякого разного оборудования Каких-то палок, катушек, канистр и всего остального Плюс даже сам пулемет на башне тоже какого-то странного внешнего вида Что скрывать? Танк привлекает внимание Мало того он еще и покрыт эксклюзивным камуфляжем И специальными символами войск связи Все эти катушки, провода, символы войск связи Все это конечно не случайно Дело в том что этот танк является ну скажем таким коллаборацией Между огромной российской компанией Ростелеком и Wargaming Они, Ростелеком, сделали специальный тарифный план игровой Пользуясь которым вы получаете на время во свои владения этот танк При этом экипаж уже имеет нулевой перк боевое братство Сам танк естественно поскольку премиум не нужно ничего на него прокачивать Плюс он имеет три эксклюзивных камуфляжа для всех трех типов карт Для зимних, пустынных, ну и типа обычных, лесных Все эти камуфляжи ни на что не похожи Издалека сразу заметны и вызывают неподдельный интерес у игроков Короче говоря с точки зрения внешнего вида Этому танку можно поставить самый высший балл Поскольку и поразглядывать есть чего И полюбоваться есть чем И поуповать на то что вы весь такой будете уникальный Со всеми этими декалями которых нет ни на каких других танках Ну а что касательно его игровой скажем сущности Что у нас в коллижен модели На самом деле коллижен модель этого танка ровно такая же Как и у обычного прокачиваемого советского СТ-8 Т-44 За исключением экрана с борта Который 6 мм Все остальные мм такие же точно Корпус 90 и верхний и нижний бронелист Приведенный брониста 80 мм ВЛД Толщина башни в самом толстом месте около 120 Ну иными словами эту броню совсем там сверх непробиваемой Конечно не назовешь Кое чего она будет отбивать Но это скорее приятные радости чем естественность На что же похожи остальные параметры этой СТ-44 Ну прежде всего конечно будет уместно ее сравнить С регулярной прокачиваемой СТ-44 И может быть ну не сильно уместно Но по крайней мере более-менее логично Есть еще в советском дереве исследования Еще один премтанк 8 уровня Т-54 первый образец Тот имеет корпус от 54 То есть сильно толще И он может кое чего отбивать Но однако вследствие этого он медленнее всех этих вместе взятых Плюс его орудие имеет гораздо хуже параметры точности Времени сведения и углов вертикальной наводки То есть он медленный и такой типа кряжистый И не сильно это динамичный как средний танк Ну а если нашу 44 премиумную сравнивать с обычной То у них очень много свойств Да вы знаете что в нашей игре есть такое негласное правило Что премтанк не может быть лучше прокачиваемых Чтобы не было такого что типа Ты покупаешь танки и нагибаешь тех Кто купить его не может или не хочет Так вот здесь этот параметр целиком и полностью работает Чем это 44 хуже регулярной прокачиваемой На самом деле всего лишь в нескольких параметрах В чуть-чуть совсем Удельная мощность самый слабый Скажем так козырь 44 премиумный Удельная мощность у нас почти 16 лошадей на тонну Двигатель слабее Но у регулярной прокачиваемой за 20 То есть разница получается примерно Ну в 5 в 4 лошади на тонну Это не так уж и сильно много Но для стшки любая лошадь Как говорится к обеду дорога И поэтому это будет чувствоваться Точнее как должно было будет чувствоваться Но на поверку оказалось что у нас еще здесь У премиумное какое-то сказочное сопротивление грунтов Вы знаете что в нашей игре есть еще такие скрытые параметры Которые в ангаре не написаны Это именно это как раз сопротивляемость грунтов Здесь влияет и вес танка обычно по логике То есть чем тяжелее танк Тем сложнее ему на всяких там почвах разворачиваться Независимо от мощности двигателя А у нас какие-то совершенно упоротые Прямо скажем цифры Ну для сравнения На твердом грунте То есть на брусчатке На асфальте На чем-то дико твердом У регулярной 44 коэффициент сопротивления единица Так у многих танков Единица и мы как бы к этому привыкли А здесь 0,5 Вследствие чего вдруг танки с одинаковой массой Имеют в 2 раза отличающие коэффициенты сопротивляемости грунтов Мне неизвестно Ну у нас игра не сильно про историчность Она скорее про, скажем, игра про игру Да, чтобы было удобно с точки зрения геймплея Поэтому удельная мощность Которая у нас здесь потерялась В виде 4 этих лошадей на тонну Она будет реально ощущаться Только при подъеме в горку Вот к чему я клоню То есть все остальные маневры Скатывание с горки Развороты Кого-то крутить-вертеть Разворачиваться на месте Все это не имеет никакой Ну скажем Никакой уязвимости У новой 44 здесь нет Ну вот и все Это все различия по факту Ну с точки зрения негативного Сторону этого премтанка Даже у него есть еще некий положительный Такой бонус Это то, что пушка сводится За 2,2 секунды Когда у регулярки За 2,3 1,1 секунды Лишним тоже не бывает никогда Плюс ко всему Большущий плюс ко всему Это то, что в недавнишних патчах Довольно-таки серьезно Приукрасили бронепробитие Всяких этих пушек Типа ЛБ-1 Который у нас здесь стоит Если раньше бронепробитие Было 175 мм А это были почти худшие Показатели на уровне А этот танк Как и регулярный 44 Воюет еще и против 10 уровней А пробивать их С одним из самых низких Бронепробитий Знаете ли Незавидная участь Теперь же бронепробитие И там И сяму ЛБ-1 183 мм То есть Эта СТ-шка Сейчас смотрится Ну как бы Выгоднее гораздо Нежели чем До этого аппа Иными словами Я еще раз Как бы Много слов Но ближе к делу Мне этот танк Понравился Он офигенный Он веселый И при этом фармит на ББ А че еще нужно Для премтанка Нет не так скажу Это единственное По большому счету Что нужно От премтанка Вот Ну а теперь Переходим к самому сложному Почему танк называется Т-44-100Р Откуда взялась буква Р Ведь ее раньше не было Во всяких там Этих новостных анонсах А дело в том Что как раз Эта буква Видимо И означает Ростелеком Как Ростелеком И этот танк связаны Дело в том Что по проекту Сотрудничества Ростелекома С Wargaming Подключаясь К домашнему интернету К тарифному плану В компании Ростелеком Который называется Игровой На время До тех пор Пока у вас тарифный план Этот активен Вы этот танк Получаете в ангар Как только вы Например Ну деньги на счете Кончились Либо вы уезжаете В отпуск И ставите там Добровольную блокировку Танк блокируется В ангаре Он не исчезает Он не пропадает Играть на нем вы не можете Какое-то время До тех пор Пока не активируете Тарифный план по новой То есть только у активных Абонентов Этого тарифного плана Этот танк в ангаре играется Как только вы отключаетесь С тарифного плана Танк из ангара пропадает И при этом Что важно Вы не можете Танк этот продать Не можете его Никуда деть То есть он Только с привязкой К этому тарифному плану Существует И никак без него Теперь по поводу Стоимости Подключения к тарифному плану Игровой Прежде всего Обратите внимание Что Ростелеком Огромная корпорация Работающая на всех Наших огромных Российских территориях А там От региона К региону Разные накладные Расходы Разное все остальное И поэтому Стоимость подключения По всей России К тарифному плану Не фиксированная И кое-где Может отличаться Поэтому Чтобы мне не называть Вам это В описании Под видео Есть ссылка Где можно пойти На сайт Ростелеком И посмотреть Ваш конкретный регион С вашими стоимостями Также помните Что например В Москве Услуги домашнего Интернета Предоставляются Ростелеком Под брендом Онлайн А не под брендом Ростелеком Тоже такая особенность И у них там Специальный сайт Есть для этого Эта акция Мне немножко Напомнила Такую штуку Которую многие Игроки просят Обычно Варгейминг Ну типа Прям танк В аренду То есть покупаешь Его за небольшую Стоимость На какой-то Период времени А не заразовые Там большие денежки Если допустим Танк не понравился Или хочешь попробовать Другой То типа Разок на этом И можно потом Пересесть на другой Танк Ну конечно Сравнение Притянуто за уши Но принцип Очень похожий Танк на время Это же круто Ну и собственно По себе знаю Что иногда бывает Что допустим Текущий провайдер Не имеет Каких-то хороших Тарифных планов С хорошей Полосой пропускания Какими-то ценами Низкими Либо сервис не устраивает Или техподдержка Или например Вы переехали куда-то Или квартиру поменяли Или съемное жилье Или из общаги С одной комнаты В другую переехали И возникает необходимость Менять провайдеров Подключать интернет По новой И это предложение Как раз в принципе На этот случай Удобно И интересно В плане полосы пропускания Ну и сама Ростелеком Компания давнишне известная С хорошим богатым сервисом Плюс ко всему И танк этот Клевый интересный Под всю эту акцию Подходит Помните правда Что не в каждом доме И не в каждом городе Существует техническая возможность Подключения Домашнего интернета От Ростелеком Поскольку в разных городах В разных районах В разных домах Все эти кабельные системы Устроены по своему В вашем доме может Как быть возможность Так и не быть ее И здесь никто Что называется не виноват Так сложилось Поэтому Если вы дико хотите Этот танк иметь Но в вашем доме Нет технической возможности Подключиться к тарифному плану Игровой Увы и ах Сделать мы Ничего не можем Мы только На это видео смотреть И капать слюной И остается Подводя итог Что можно сказать Про танк Т-44-100Р В настоящее время Когда апнули Бронепробитие Орудия ЛБ-1 Танк начинает пробивать Бронебойными снарядами Значит фармить Это первое Второе Он очень похож На прокачиваемую 44-ку По всем остальным Игровым параметрам За исключением Того что двигатель Чуть-чуть слабее Это будет заметно Только при подъемах В горку На разворотах Поворотах На месте Это будет заметно Слабо Поскольку сопротивляемость Грунтов Здесь значительно Меньше Вдобавок Ко всему Танк еще и сводится Чуть быстрее То есть Вполне Можно так сказать Что танк Почти как обычно 44-ка А для прем танка Это хорошие новости Согласитесь Ну и внешний вид Вот который раз Разглядываю Это прикольная Радиомачта По борту Катушек Одних с проводами Столько насыпано На танке Эти каски Прикольные На затылке башни Висят Тент В общем танк реально Для радистов Прям для связистов И ну Мне однажды Довелось Быть на сборах В армии В связистах Поэтому Доставляет все это Вдвойне По поводу фарма В этом бою Довольно много И не сильно Это оправданно Пострелял голдой Поэтому всего лишь 60 чистыми вывез Но если обходиться ББшками В этом бою Это можно было бы Сделать гораздо более эффективно То наверное Б и 80 вывез А это неплохо Для прем танка Ну а у меня на сегодня Все Подписывайтесь на канал И жмите лайк Если вам понравилось видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok There is no Субтитры сделал DimaTorzok